Революция 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 Текущие события подтверждают правоту Ленина о тождественности понятий империализм и война. Как и сто лет назад, капиталисты сеют войны по всей земле, грабят страны, стравливают народы на потеху буржуазии. Кровь, убийства, грабеж – таково реальное лицо цивилизованного Запада. В 1917 году Великий Октябрь не только спас нашу страну от развала и позорной капитуляции перед Западом, он помог миллионам трудящихся освободиться от пут. Благодаря энтузиазму освобожденного труда наша страна достигла выдающиеся достижения в развитии промышленности и экономики, науки и культуре, здравоохранении и образовании. СССР демонстрировал, что добиваться успехов можно мирным путем, без порабощения народов, без насильственной колонизации стран Африки и Азии, чем на протяжении столетий промышляли европейские миссионеры. Стремительно развивающийся Советский Союз стал не просто опасным конкурентом для мирового капитала. В лице нашего государства империалисты увидели могущественного противника, способного положить конец их господству. На уничтожение страны Советов не жалели ни усилий, ни средств. В 1991 году великой державы не стало. Но преданная и обманутая врагами Россия сумела очнуться от лживого дурмана либералов и ненавистников. Очнуться, чтобы подняться с колен. Нам не в чем винить себя. Все эти смутные времена мы были в самой гуще борьбы за власть трудового народа. Мы отстояли ленинскую правду, вернули великие праздники, день советской армии и военно-морского флота и день победы советского народа над фашизмом. Мы возродили и укрепили коммунистическую партию Российской Федерации. Объединили в массовый протест статичное движение и первыми протянули руку помощи истерзанному Донбассу. Мы верим. История движется по спирали и конечной точкой нашей борьбы станет победа социализма. У нашей страны есть блестящие ученые, есть природные ресурсы, есть рабочие руки и желание самосовершенствоваться и развиваться. Мы убеждены. Антикризисная программа КПРФ, советский опыт, опыт современного Китая позволят восстановить все то, что было порушено временщиками. Коммунистический Китай – это хороший пример. Породействовать так, чтобы вернуть украденную у нас родину. Только социализм может дать стране процветание и великое будущее. Сегодня мы решительно требуем воплощения в жизнь идеалов Великого Октября и пролетарского интернационализма. Именно поэтому КПРФ настаивает на возвращении дню 7 ноября статуса государственного праздника. Мы требуем остановить преступный рост цен и тарифов на коммунальные услужбы. Наша цель – лучшая жизнь для рабочих, трудящихся и молодежи. Именно поэтому мы выступаем за принятие бюджета развития, направленного на финансирование отечественной науки и образования. Мы обращаемся ко всем, кому небезразлично будущие страны, в год 100-летнего юбилея СССР вступить в ряды КПРФ партии, способной объединить вокруг себя всех мыслящих людей и всех патриотические силы для возрождения великой державы. Вместе мы победим! Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Ура, товарищи! Мы принимаем данную резолюцию! Товарищи, будьте готовы ко всем трудностям, и тогда вместе мы преодолеем все преграды, а поможет вам в этом рожденная Великим Октябрем Коммунистическая партия. А сейчас давайте все вместе споем гимн Коммунистической партии Российской Федерации. Великим Коммунистической партии Российской Федерации. Вы наш, мой новый мир построен, но был ни с чем, но станет сверой. Это есть наш последний пережительный бой. Ну, а там певицы совсем настоящие стоят, артистки. Субтитры создавал DimaTorzok На этом наш митинг объявляется закрытым.